привет друзья и гости моего канала пельмешки как видно до пельмешки и салатик мой помидоры сметанка лук чеснок всем приятного аппетита как это вкусно аж прям аж прям вода льется ой сочно только что с грядочки сорвала водичка как видите соль и соль всем приятного аппетита погнали наши городских у меня вот так вот сегодня скромненько пельмешки мои без спешки ужин вчера банки приготовил трахатровые столько помидор наспело видимо не видимо томат хочу наделать томату да сейчас пока идет поток такой большой помидоров надо томат сделать ну помидор консервировать я буду мало мариновать у меня еще прошлогодние остались помидоры на ваш баночки 3 трехлитровых сделаю все аджику по оле уралочки обязательно у меня там кстати баночка еще литровая осталось аджика по оле у Подписывайтесь, ребята, на Дзен, девочки-мальчики. Подписывайтесь, ребята, на Дзен. Я много их есть не буду, потому что много ими увлекаться нельзя помидорами. Дзен. 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 Ммм. Вот и август на исходе. Вот быстро летит время. Это вообще прям молниеносно. Молния летит прям. Быстро-быстро дни летят. А я лоточек это вытащила. В бедрышке. Или позавчера. Когда я позавчера была в калаче. И сразу их вытащить, как приехала. И по бедрушкам, по отдельным пакетикам. Но я что-то и не туда взяла. Этот сам лоточек в морозилку засунула. Ну а сейчас, ну они уже почти оттаяли. Пожарить хочу для курицы специи обсыпать хорошенечко. И на часочек пусть помаринуется, а потом обжарить. И на часочек пусть помаринуется. Ну а где-то. Ребята, смотрите нас через Дзен-канал. Хочу в Волгоград съездить. Я уже туда два года не ездила, надо бы съездить, соскучилась. Вообще никуда не вылазаю, дом, огород, дом, огород. Николай, сам съездю по магазинам, посвернусь. Магазины-то точно такие же, они и в городе такие же точно магазины, что и у нас. Магниты пятерки. Просто самой хочется развеяться. Не знаю, просто вот что-то я никуда не ездила, не вылазила никуда, не знаю почему. Не знаю. Ольга диван купила, наверное вчера. Но сегодня я видел ролик, а вдруг они выбрали серенький. Ну ничего, так диванчик разлаживается, такой широкий. О-о-о, хороший. Хороший диван. Но цену она не показала. Хотя торчала бумажка так из под угла, было видно, но она не показала сколько стоит. Ну, наверное, обои уже поклеили в спальне. Если диван берут, наверное. Кабачков мы уже наелись. Помидоры с огурцами. Огурцы я вообще наелась, их я уже не хочу. Нет, ну бывает так вот вечерочком. Огурчик возьму и погрызу. С стороны, вот с левой стороны, с восточной стороны много было. Ну, не знаю сколько много. Ну, может с ведро. Но нет, с ведро, наверное, не с пол ведра. А вот и с южной стороны немножко было. В основном с восточной. А вот с западной, с северной, голое дерево, нету абрикоса. И каждый год так. С восточной стороны всегда родит. Всегда с восточной стороны родит. Ну, я знаете, что думаю? Тут от соседа сад. Сарай. Она как бы между двумя сараями стоит. Абрикосина. И тут соседний сад. Может быть, как бы затишье с этой стороны. Поэтому она цветет с этой стороны. А с этой стороны как бы северная. Открытое место между двумя сараями. Вот она стоит, вот эта вот сторона. И видно, ветер задувает холодно. Ну, в общем, вот так. С восточной стороны абрикосы. Ну, а с южной, так это вот там у нас юг. Чуть-чуть. Сливочка есть немножко. Ой, каждый год она мне родила. Столько было слив всегда. В прошлом году ничего не было. А в этом году там, там сливинка висит. Ничего нет. Но это дерево уже... Вот мамы 30 лет нет. Вот 30 лет этому и дереву. Нет, наверное, побольше. Когда мы сюда переехали, мама 14 лет прожила здесь. Как переехали. И она умерла. Вот так. И вот это дерево с 81-го года стоит. С 82-го, может быть. Вот так. За двором там немножечко мне осталось дополоть. Ну, вот так, наверное, метр. И на 4, наверное, вот так в длину. Может быть, на 5. А это весь прополол участок. Перец еще зеленый стоит. Но я его поздно посадила. Перец поздно. И те помидоры поздно. Вот это розовое фламинго и бычье сердце. Они еще такие вот висят. Надо, кстати, их полить. Но перец-то заливать его нельзя. Как позапрошлый год. Нет, прошлый год. Нет, позапрошлый год. Ой! Жара же вот эта стоит. Пекло. Ой! Гляну сверху. Сухая земля. Заливаю с головой. День-два пройдет. Пекло же. Ой! Гляну земля сухая. Включаю воду. Чуть ли не с головой заливаю. И они у меня начали гнить. Перчинки. А я думаю, глянь, один кустик у меня. Второй кустик где-то через неделю. Думаю, глянь, что такое? Что-то перец стал пропадать. А потом в интернете-то я. Оказывается, его заливать нельзя. Его надо раз пролить. Но хорошо, чтобы вода в глубину хорошо ушла. Напитала влаги. Так же, как вот и помидоры. Их надо редко поливать. Но чтобы сантиметров на сорок. Вот так пропиталась земля в глубину. Вот столько надо запаса влаги сделать помидоров. И надолго их не поливать. Потому что они сырость, они мокроту не любят. Могут заболеть. Фитофтора. Но нашим волгоградским ничего не сделается. Никакая фитофтора ему не почем. Никакая жара, ни сорок градусов, ни сорок пять. Ему нипочем. У него листва толстые, жирные. Такая вот. Лопухи такие. Вот он волгоградский. Я сейчас кушаю. Ну, ладно, друзья. Так, это о чем и не о чем. Ну, я сегодня, можно сказать, я сейчас фильм нашла. Не помню, смотрела я его или нет. Как же он называется, глянь. Прямо вот сейчас буквально открыла. Он мне порекомендовался просмотров этого фильма. Как он там. Я так поняла, что... Я начало глянула. Думаю, нет, надо идти сама. Могбанг сделал, потом смотри. Выключила его. Ну, как он с сестрой жил, по-моему. Я так поняла, что это сестра его. Они с сестрой в доме жили. А он приводил невесту. Она сестра ему говорит. Ну, ты чего, глянь. Она чего у нас тут навсегда... Утром встречаются. Она там кофе готовит. Значит, невеста на кухне. И сестра вышла из спальни. Ну, и все. Она ушла, сестра, в спальню. А это там шкварчит на кухне. Ну, и брат заходит в спальню. А она, сестра ему говорит. Ну, и что, говорит. Она надолго тут? Или как у тебя с ней? А он ей говорит. Ну, она как бы обиделась, что ли, сестра сидит, книжку читает. Но она готовится к институту. А он. Ты чего? Ну, как всегда. День-два, там, недельку покувыркаю с ней. Ты же, говорит, меня знаешь. Ну, и все. А потом, бац, и свадьба с ней. Вот тебе и покувыркался. Ну, я тут же выключила. Там невеста считает. Деньги сидит. Тих-тих-тих-тих. А он такой какой-то недовольный в окно смотрит. А она. Хе-хе. Ему что-то, значит, считает. А сама, знаете, прям командует им. Думаю, да, хорош ты себе невесту нашел. С первых дней уже видно по характеру, что она за птичка. Ладно, на этой птичке всем добра.